Встреча с Великой Отечественной войной 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 Но мы уже, как говорится, с Лидой усовершенствовали дощечка такая, туда дырки нам ребята сделали, мы туда гильзы от патронов вставили, а к аппаратам привязали эти патроны. Тут мы гильзу, патроны, вот так вот мы усовершенствовали свой коммутатор. Через понтонный мост начали форсировать, но нас с воздуха поддерживали авиацию, понимаете? И вдруг кричат, да, зенитки заработали, сбили самолет, называется аэрокобра, американская. И что там такое? Американец бомбил переправу, понимаете? Его загрудки, ну там не знаю, что там было, наверное, его вообще убили. Понимаете? Это называется второй фронт. Мы едем, и у какого-то кустарника на корточках стоит матрос, у него на руках так распущен бинт. Я говорю, что это что? Поедем туда. Подъехали, а он мертвый. Он перевязывал кого-то, а его, видимо, снова ранили. И он вот так с бинтом и сидит. Вот это, как сейчас вижу эту картину. Валилась машина, но всех спасли, и, значит, всех в медицинскую палатку обогреваться. Вдруг одна женщина говорит, ой, а где же мой ребенок? У нее был грудной ребенок, и его нет. Когда она сама спасалась, то она про него забыла, а то она про него вспомнила. А были багры везде у нас, чтобы подтягивать. Даже вот эти мешки с мукошкой не уходили на дно. Подбежали к этой плане где, и там ребенок плавает. Он, думаю, вот она и плавает. Вот в огромном его притянули, притащили к ней. Этого ребенка спасли. Сборная России по футболу меняет тренера. На этой неделе стало известно, Дик Адвокат уходит с работы сразу же после чемпионата Европы этого года. Он собирается вернуться в Голландию и возглавить клуб ПСВ. Кто займет место маленького генерала, неизвестно. Среди кандидатов называют и Валерия Газаева, и Гуса Хидинга, который уже работал со сборной, и многих других, в том числе и тренера.